Ваше Преисвященство, дорогой Владыка! Мы сердечно благодарны вам и Святейшему Патриарху за то, что он благословил вас сегодня служить здесь, и ваше благодатное молитвенное служение нас в этот замечательный день, в этот праздник нашего храма, этого чудесного возвращения к жизни, которой призван каждый человек. Уже 19-й год мы празднуем в этом храме, и ваше служение не только наполняет нас радостью и благодатью Святого Духа, но также, что самое важное для нас, соединяет со всей полнотой нашей Церкви, потому что, как сказал еще один из древних отцов, епископ в Церкви и Церковь в епископе, и всегда ваше служение наполняет нас этой великой радостью, единством со всей нашей многомиллионной Церковью, с другими церквами, разбросанными по всей нашей земле, и исповедующим Господа нашего Иисуса Христа, истинного Спасителя, Царя всей земли. Мы благодарим вас и желаем вашему Преосвященству доброго здоровья, помощи Божией во всех ваших многотрудных делах по церковному просвещению, и просим вас, как знак нашей любви и благодарности, принять эту икону Благовещения Пресвятой Богородицы, поскольку алтарь, в котором мы служили, посвящен именно этому событию. Это устюжская икона, которая украшает наш алтарь, и вот такая же копия, надеемся, будет вам напоминать о нашей любви к вам, и нашем желании всегда вас видеть здесь, в нашем храме, не только на этом, но и на других праздниках. Спасибо Господи! Братья и сестры, прежде всего я хотел бы передать вам благословение и любовь предстоятеля нашей Церкви, епископа города Москвы, нашего великого Господина и Отца, Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла, по благословению которого я совершил здесь сегодня вместе с вами Божественную Литургию. Я сердечно благодарю вас, Отец-Настоятель, за ваши добрые слова приветствия, обращенные в мой адрес. Для меня большая радость вместе с вами молиться сегодня. Я уже вот второй раз в этом Святом Храме, благолепном, не только своей убранством, но самое главное – благолепием человеческих душ, правильностью восприятия веры Христовой, правильной церковной традицией наполненной. И поэтому сегодняшнее многое присутствие народа Божия в этих древних стенах как ничто утешает мое архипастерское сердце. Я хотел бы сердечно поблагодарить хор за прекрасное молитвенное пение, всех тех, кто готовил эту службу, ну и, конечно, как архипастер должен сказать несколько слов, которые, может быть, в конце мы положим в свое сердце и донесем до дома и поделимся с ними этими словами, со своими близкими, потому что к этому призывает нас Господь благовествовать, к этому призывает нас Святой Апостол, напоминая, что горе нам, если мы не благовествуем. Поэтому все, что мы слышим и видим в Храме Божьем, все, что мы переживаем в общении таинственном, в Божественной Евхаристии, все, что исполняет нашу душу, мы не должны складывать в сундук, где-нибудь в дальнем углу своей души, но непременно должны делиться этой радостью, опытом преображения во Христе. Мы должны благовествовать не только словом, но делом, жизнью, внешним своим видом. Мы всем должны прославлять и благовествовать Слово Христовой истины. Мы сегодня за Божественной Литургией слышали Евангелие о Годаринском бесноватом, который имел страшную болезнь, болезнь не физическую, но болезнь духовную. Мы знаем, как тяжело бывает переносить немощи нашей плоти. Когда какой-нибудь возбудитель болезни, или, как в медицине говорят, паразит, заведется в человеческом теле, то тело болезнует и страдает. Он в состоянии сушить организм, убить его жизненные силы, довести человека практически до состояния смерти. Но не менее страшно, когда такой паразит духовный заводится в нашей душе. И это никто иной, как враг рода человеческого, дьявол. Он такие тонкие духовные токсины выпускает в нашу жизнь, что часто человек, будучи физически даже здоровым, может оказаться близким к смерти духовной. И таких людей мы видим множество. И потому вопрос о духовном исцелении как никогда остро стоит, не только перед теми, кто собрался здесь, под сводами этого святого храма, но стоит прежде всего перед нашим обществом, если хотите, перед всей нашей Родиной, перед Отечеством нашим. Мы много, долго, теперь уже красиво говорим о том, как нужно устроить жизнь в России. Мы говорим о том, сколько должен получать человек, в каких условиях должен жить, как он должен быть обеспечен пенсией. И многие, многие очень важные вопросы поднимаем. Об этом говорят и с высоких трибун, и на улицах. Но никогда ничего этого не будет, если мы не начнем жить духовно. Если у нас будут смещены духовные приоритеты и ценности внутри нашего сердца, корабль нашей жизни безусловно даст крен. и даже может погибнуть. А таких ценностей, которые мы ставим в центр нашей жизни, более чем предостаточно. Это власть, богатство, мнимое счастье, за которым мы гоняемся, человек, которого мы любим, достаток, сытый образ жизни, да много чего другого. А Бог у нас смещается иногда на периферию. Но что может соперничать с Богом? Что может соперничать с Его славой и величием? И вот тогда жизнь наша накреняется. Тогда у нас все неправильно. Тогда все сдвигается и в уме, и в сердце. И, безусловно, это отражается и внешне. И вот свидетельством того, тех неудач может быть, потрясений, катаклизмов и кризисов, которые возникают в мире, основой их, заводным механизмом, является смещение духовных ценностей. когда мы отходим от Бога, когда мы забываем о Боге, когда мы внешнее и временное ставим на первое место, а вечное и постоянное на второе, третье или еще далее. Потому духовное исцеление должно начаться прежде всего с каждого из нас. Не нужно исцелять тех, кто рядом, нужно начать исцелять себя, свою духовную червоточину убрать, свою проказу внутреннюю душевную очистить. И сегодня, когда мы вспоминаем память святых бессеребренников, как никогда остро перед нами встает этот вопрос, а где же это духовное лекарство, которое может исцелить нашу душу? Я особенно рад тому, что сегодня вся церковь Божия, все, кто в этом храме были, практически все, испробовали это лекарство, приняли его в себя, наполнили свою жизнь этим необходимым, нужным питанием для нас телом и кровью Христовой. Нет другого способа духовно просветить и исцелить себя, как прибегать к таинству Божественной Евхаристии, быть участником Церкви Христовой, Небесной, быть телом Христовым, быть во Христе. Только этим можно духовно исцелиться. Человек, который приобщается святых тайн, который исповедуется и причащается регулярно, который живет этой небесной жизнью на земле, он без всякого труда может сказать, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, по какому пути следует идти, а по какому нет. И не нужно никаких учителей ему, и не нужно давить на него через средства массовой информации, и не нужно прилагать какие-то особенные способы для того, чтобы, как говорят теперь, промыть мозги людям. Потому что человек, который общается с Богом, который Бога принимает в свою собственную жизнь, он имеет особое око духовное, через сердце свое, он определяет, что нужно ему и спасительно, а что для него погибельно. Потому сегодня основная наша задача духовно исцелить наше общество, приближая его к Церкви Божией, к Господу Иисусу Христу, делая его причастником святых тайн жизни вечной. И к этому, конечно, и об этом мы должны благовестить миру. Каждый из нас призван к этому свидетельству. Мы иногда думаем о том, что только пастырем, на пастырей возложена эта великая ответственность, или на архипастырей. На каждого из нас, каждый из нас должен благовествовать и о воскресении Христовом, и о тех благодатных дарах, которые дает нам Господь в таинствах Церкви, и которые в корне изменяют нашу жизнь. И вот сегодня мы особенно вспоминаем для себя необходимость этого духовного исцеления во Христе. Дай Бог по молитвам святых бессребренников, которые жизнью своей, делом своим, молитвой своей, всем восприятием жизни свидетельствовали истину Христову научиться этому и нам. А мы видим на их примере, какие благодатные плоды приносит это единение и какое радость приносит людям и утешение это духовное свидетельство. Я всех вас сердечно поздравляю с принятием тайн Христовых. Я приветствую всех вас с этой радостной встречи с Господом и очень надеюсь, что мы обретшие эту радость в Божественной Евхаристии никогда не будем отлучены от нее ни через смерть, ни через жизнь. Ни начало, ни власти, ни силы, ни настоящее и ни грядущее не смогут нас разлучить с этой радостью о Христе Иисусе Господе нашим. Аминь.